Студия 89,9. Концертный зал. И отдельное спасибо, что на этот раз это живой настоящий бэнд. Классные ребята-музыканты, с представления которых я предлагаю нам сразу же и начать. Кристина Окестр. Давай. Даня, клавиши. У Дани двое клавиш, надо сказать. Дань, привет. Два синтезатора, очень красивые. И всего две руки. Таскать он их на спине. И всего две руки. Но есть на красных клавишах. Музыкальный редактор, да? В общем, это маленький розовый дракончик, который является художественным руководителем. Нашим сегодняшним другом, да. Дань, спасибо. Классный. Классный. Дальше идем. Дальше у нас Константин, гитара. Привет, Костя. Аккордик Константин. Да, все по-живому, по-взрослому, по-настоящему. С какой нежностью он это делает. Спасибо, Константин. Человек с широкой улыбкой и барабанными палочками. Марат. Марат, привет. Марат, привет. Класс. Да. И? И, конечно же, басист Никита. Ну куда же без баса. Никита, привет. По басинам, Никита. Отлично. Друзья, ну новая жизнь, творческая новая жизнь у Кристины с чем, я думаю, надо, конечно, поздравлять. Так ведь? Надо поздравлять. Потому что совершенно новая программа, для тех, кто, может быть, не слышал, было сотрудничество с Blackstar. И теперь самостоятельное плавание и сольная деятельность, которая влечет за собой, конечно, полнейшую свободу, да, в выборе материала. Не знаю, в подаче себя, в стиле, образе. Ну верно же все? Правильно я говорю? Ну расскажи нам, пожалуйста. Кристина и Кристина Си, в чем будет разница принципиальная? Ну, конечно же, разница в музыке. Это другое вообще сейчас. Больше не будет. Чего не будет? Хип-хопа? Такого, да. Чистушек, скажем так. Так. Мы ушли в соль. Ну, частушки, выпендрюшки ты их называла. Выпендрюшечки, да. Вот. Прекрасное время сейчас, да. Такое, когда, знаете, я очень много лет искала себя в музыке. Взрослела, набиралась, набирала какой-то багаж, что ли, не знаю. Сейчас уже ты понимаешь, да, что делать, куда копать, какой твой путь в музыке. Я думаю, что, скорее всего, этап, на котором пока хочется остановиться и побыть на нем, да? Я скажу, что я очень долго раскрывалась. То есть я, это была в первую очередь работа с собой, как feelings, чувства, чувства, вот как-то... То есть была как пружина, и сейчас пружина начинает разжиматься, да? Да, да. Отлично. Такое позднее взросление, может, не знаю, можно так сказать. Ну, все же чудесно. Об этом миллионы и миллионы мечтают. Потрясающие клипы, дуэты, постоянные выступления где-то. И проблем нет в том, чтобы, не знаю, искать деньги на записи песен, на съемки клипов и так далее. Все тебе будет готово. Я имею в виду сейчас про твое сотрудничество с Блокстаром. А сейчас полностью за все отвечаешь ты сама. Ну и что? Нет, никто не говорит о том, что этот этап в моей жизни был какой-то, о чем я жалею. Это на самом деле было чудесно. И это такое подростковое, веселое такое время, да, супер веселое. Я просто была, считай, в детском лагере по профилю... Тебе так считают в детский лагерь. Где научили тебя работать? Да, по профилю музыка. И это все прекрасно, да. Прошло это время, и я закончила свой институт жизни. Институт Тимоти, да. Да, этап этот завершился, ему только остается благодарность. Ну, скажи, пожалуйста, честно, сама ушла или ушли? В смысле ушли? Контракт закончился. Контракт закончился, конечно же. И потери зашли. Если вы о том, выгнали меня или нет, то нет, закончила я его на пять. Молодец. Забрала диплом и ушла. Умница. Сделала выбор, и пусть он окажется действительно верным для тебя. Мы с удовольствием хотим предложить тебе начать музыкальную часть нашего эфира. Ну и, собственно, показать нам новую Кристину. Смотрим, слушаем. Благодарим. Надеюсь, вам понравится. Просто написать, просто не стереть. Каждому своё, надо всё успеть. Я считала дни ледяной рассвет. Выключаю свет, выключаю свет. Они не знали то, что я ушла. Они хотели, чтобы было больно. Открываю. Открой глаза. Не для тебя чужие роли. Делаю для себя то, что нравится. Остальное здесь не считается. Не буди, не буди меня. Я знаю лучше, чем они. Мне звони, мне звони, друзья. Чтоб слышал город и домов. Крыш без снад темна. Забывать имена. В моём мире свет. Полная луна, полная луна. Смелая, как ночь. Просто написать. Музия, как дочь. Музия, как дочь. Делаю для себя то, что нравится. Остальное здесь не считается. Мои секреты Морского цвета Позаконаты Они хотели, чтобы было больно. Она хотела нас любовью А ведь часами она более А ведь часами нет Просто делай Просто делай Друзья, она делает современную музыку, которая нравится прежде всего ей. Кристина в гостях. Мне тоже очень нравится, Кристина. Браво, ребята. Спасибо. О, как интересно. Рассказывай, кто пишет всё ли сама или есть какие-то авторы, которые с тобой сотрудничают? Я пишу. То есть весь материал, который в новой жизни твоей музыкальной, это твой авторский материал. Музыка, слова, разумеется. Дальше ответственная часть аранжировки. За это кто отвечает? Это мои ребята, моя команда. Каждый звук. Всё это... Скажи, есть ли какое-то название у твоего коллектива? У бэнда? Да. Мы не заморачиваемся названием, нам главная атмосфера в нём, правда? Слушай, это хорошее название, мы не заморачиваемся. Да. Кристина и группа, мы не заморачиваемся. Кристина, как случилось? Ты их нашла? Или ребята к тебе обратились? Как судьба вас свела? Такая история, значит, я как-то... Понятно, что хорошая и весёлая история, это радует. Да, я написала песню как-то «Baby», называется «Baby», мы сегодня её тоже исполним. И я искала гитариста, хотела сделать собственно аранжировку. Я написала об этом в инстаграме. И сразу же через минут десять... Требуется гитарист. Так, первый отозвался. Повелся Костик. Костя, а ты был подписан на Кристину тогда? Следил за её творчеством? Я... Или она тебе просто нравилась внешне, красивая девчонка, думал ты и смотрел и ждал селфи? Нет. Я снимал видео, я ещё разговаривал... Снимал видео и разговаривал... У нас такая, да, музыкальная любовь. Ага, понятно, хорошо, так. Мы музыкальные души притянулись просто, да. Костян когда-то вообще, когда вышел мой сольный альбом два года назад на Blackstar, оказывается, присылал мне видео, и там у меня было интро «Смешной привет», это Си. Ты думаешь, знаешь меня? Что-то там это, и Костя там «Привет», я с Костя. Как интересно, надо же. То есть ты совершенно не знала о существовании Кости, а при этом Костя знала, кто ты такая. Да, я зашла на его профиль и смотрю, а Костя, как бы там, все просто эти, господи... Костян просто по соулу, Костян постоянно на джемсейшенах, супермузыкальных классных вкусов. Ну, судя по написи на блузке, он заслуженный деятель культуры, не меньше, не только гитарист. Слышь, какая прелесть, да. Собственно, я попросила Костю, говорю, Костя, моя мечта просто всей моей жизни – это собрать свой бэнд, вот, и найти ребят по вкусу. И Костян помог. И Костян уже помог, да? По чуть-чуть, да, начали притягиваться. Всех подтянул. Ну, Марата, Костян нашел Никит, в общем, вот так по чуть-чуть. И надеюсь, что это надолго, друзья мои. Музыкантская репка такая, понимаешь, да. Да, очень хорошо. В своем новом проекте, который называется «Кристина», ты являешься всем. То есть ты автор музыки, автор стихов, и ты продюсер, да. Как это все? Или есть какие-то люди, ребята, может быть, сотрудничают с тобой, говорят не только по аранжировкам, но и как вообще, куда проект двигаем, какие песни, что в альбомы вставлять, какие клипы, как это все происходит? Или ты сама единолично принимаешь такие решения? Пока что у меня нет команды, с которой бы я… Такие вопросы решала, да? Да. Пока что, к сожалению, у меня есть, слава богу, я вот… Есть хороший менеджер, но вот не люблю говорить обо всем, чтобы, да, все, как правило, обычно скажешь, потом все идет в ком. Ну, здесь, на самом деле, история такая, что лучше пусть появится чуть позже, но какой-то человек, да, или какая-то команда, которая действительно возьмется, это уже будут такие надежные… Так я и не планирую. …надежные люди. Если вы о том, хочу ли я… Ну, как бы… А продюсер… Если у меня продюсер, его у меня нет, я сама себе продюсер, да. Так какой тебе продюсер, Кристина, конечно, зачем он тебе нужен? Ну, правда, тебя уже знают. Сейчас надо правильно просто продолжать и делать… Самое главное – то, что тебе искренне нравится. Мои главные новички – это мои родители, и… Знаете, порой можно пойти на улицы, просто идти по улице и встретить случайного человека, который случайно скажет тебе что-то, что тебя вдруг направит, что ли. Ну, поможет что-то понять, какой-то вопрос. Да, и так часто постоянно происходит, да. У меня есть классные друзья, у меня есть… Вообще все супер, короче… У тебя есть и поклонники, которые остались с тобой, которые, конечно, ждут твоих новых работ, и песни твои ждут, и клипы новые обязательно ждут с радостью, и искренне переживают за твою судьбу, и очень хотят, чтобы все у тебя сложилось максимально хорошо. Но что касается родителей, я так понимаю, что, конечно, они полностью тебя поддерживают, да, ты уже сказала, и в принятии решения такого, но все-таки судьбоносного, очень важного в творческой жизни твоей. Угу. Угу. Или были моменты, когда, может быть, родители говорили, Кристина, ну куда ж ты, как, 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 это же все-таки… Стабильность. Сложно, да, самой сейчас двигаться дальше. Не люблю стабильность. Угу. Это самое страшное, что может произойти эту стабильность. Что касается… По поводу родителей, вот что сказала в одном из интервью Кристина. Не собираюсь ни перед кем преклоняться, кроме своих родителей. Вот. Да. Любовь. Родителям большой привет. Как, кстати, родители относятся к современным песням? Как твоему? Что говорят? Все нравится. Все нравится, да? Да. Главное, чтобы мне нравилось. Что папа, как вообще? Классно. Хип-хоп по-прежнему… Обожает. Обожает. Конечно. Вместе что-нибудь слушаете там? Помимо хип-хопа мой папа пересматривает… Я рассказывала, по-моему, вам даже, что он смотрит все голоса всех стран, он очень любит музыку, этническую музыку. Это главный мой советчик как раз-таки по поводу песен. А, говорится, нет? Именно советчик, да? Соп-продюсер. Да. Не меньше. У меня очень талантлив. Он сам не поет, но он очень музыкальный. Он играет на… как называются эти турецкие барабаны? Так это называется. Турецкие барабаны. Нет? Есть возможность у папы как-нибудь принять участие в одном из концертов? Не знаю, я поговорю с ним. Вот, поговори, конечно, это будет интересно. Когда программа большая будет готова, а когда будет действительно уже концерт назначен где-то такой большой, часовой, тогда, конечно. У нас маленькая пауза. Оставайтесь, друзья, с нами, мы вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, в концертном зале сегодня Кристина. Если у вас есть вопросы к нашей гости, оставляйте ВКонтакте телерадиоканала «Страна.ФМ». Вот, например, Денис Иванченко написал «Да ладно! Наконец-то! Спасибо, что ее позвали». А что такого? Ладно, обещали и позвали. Если есть вопросы, пишите, да. Друзья, мы будем слушать сегодня песни, абсолютно новые песни, песни уже известные. Нужно продолжать музыкальную часть нашего эфира. Что мы послушаем, Кристина? Песни из-за тебя. Поехали. Спасибо. Я не знаю, где ты сейчас Может, просто вспомнишь про нас Мимо, мимо этот город пролетает Мне безвроз не видно, кто молчит, тот больше знает Это очевидно, иногда обидно Утонуть в твоих глазах совсем не стыдно Знаешь, только я и ты Только я и ты Это знаешь, я и ты Только я и ты Ты как самый сладкий дым Растворяясь с ним один Даже если весь мир против, ты останешься Это всё, это всё Я забыла имена, пропадая навсегда Это всё, это всё То, что было не со мной Я забуду навсегда Это всё, это всё Я забыла имена, пропадая навсегда Это всё, это всё То, что было не со мной, я забуду Пойми, мне просто надо знать Что я в твоих руках, и это навсегда Быть может, ты всем не понять Но мне не важно, это только для себя Этот город пролетает, мне без звезд не видно Кто молчит, тот больше знает, это очевидно Иногда обидно, утонуть в твоих глазах Совсем не стыдно, знаешь, только я и ты Только я и ты, это знаешь, я и ты Только я и ты Ты как самый, растворяюсь Даже если ты останешься моим Это все, это все Я забыла имена, пропадая навсегда Это все, это все То, что было не со мной, я забуду навсегда Это все, это все Я забыла имена, пропадая навсегда Это все, это все То, что было не со мной, я забуду Буду, 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 буду Я забыла имена, пропадая навсегда Я забыла имена, пропадая навсегда Ниграя сама Ниграя сама Ниграя сама Браво! Друзья, они играют сегодня такую музыку, которая дает вам возможность отдохнуть и расслабиться после длинного напряженного трудового дня. Кристина в гостях у страны FM. Программа «Концертный зал» продолжается. Всем, кто учился. Да-да-да, большой привет! Будучи выпускницей эстрадно-джазового факультета и когда-то была у нас в гостях, ты рассказывала о том, что да, это все хорошо, мне все нравится, все эти жанры, я себя ищу, смотрю, сочиняю. Но вообще я думаю, что когда-то у меня будет обязательно джазовая программа своя. Джаз по-прежнему тебе интересен и по-прежнему ли ты думаешь о том, что когда-то все-таки будет джазовая программа в твоей жизни или ты уже так немножко охладела к нему? Знаете, во мне живет любовь к джазу и к разным, я вообще люблю разную музыку. Кроме частушек. Угу, частушки есть разную музыку. Просто нельзя, это такая птица, ты не знаешь, куда тебя она занесет. Я предпочитаю смешание, скорее, стилей. Как-то все это, я не знаю, так получается с каким-то миксом. Какой-то фьюжен, да? Да. И этника, и хип-хоп, и соул, и R&B. И как-то вот мне вот, я не заморачиваюсь, не хочу себя ставить в рамки. Как только я начинаю думать о них, все идет не туда. И я советую всем никогда не ставить себе рамки, просто делать. И твоя вот эта энергия, она, и атмосфера, твой вайп, он сам приведет тебя куда-то. Ну, самые твои ближайшие планы, они какие? Есть уже бэнд, есть песни, и теперь основная задача, наверное, их больше сделать, да? Таких вот таких серьезных классных хитов. Концертные программы, гастроли. Расскажи, что нам ждать? Опять же таки, я не ставлю себе каких-то... Конечно же, хочется, если уж делать что-то, чтобы это было на уровне, и чтобы это было услышано не только страной нашей, но и другими. Главная цель – это музицировать, писать, писать альбом, снимать классные видеоклипы. Обязательно ездить, конечно же, гастролировать, пропитывать собой каждый город, страну, людей, дарить свою энергию и то, что у нас есть свое удовольствие. Вот мы получаем это удовольствие, мы хотим, чтобы люди так же получали его, расслаблялись. Ну, в общем, все, в принципе, по стандарту, скажем так, как у любого артиста-музыканта. Я нашла себя, знаю, какую музыку я хочу делать. Опять же, цитирую я Кристину. Следовательно, мы будем выжидать новые треки, пластиночку, да? Или ты будешь по синглам? Как у тебя? Какие? Ну, наверное, альбом, скорее. Альбом? Да. Вот у меня выходили синглы, вот, за последние полгода вышло 4-3 сингла. И сейчас мы, да, планируем все-таки выпустить альбом. Кристин, будет ли в твоем репертуаре что-то такое подвижное, озорное, веселое? Снобшебательное, хулиганское? Мне кажется, да. Да, ребят. Мы веселые. Все зависит от ребят. Мы веселые, да. Мы музыцируем вместе. Ну, как бы я, как бы, хочу, чтобы так. То есть, песни рождаются на ходу, просто во время шуток. А как парни на сцене раскрываются в плясках? Бывает такое? А мы, верите, мы сегодня впервые вместе. Боже, какой же спасибо вам большое за это! Поздравляем! Знаете, все прекрасно, все идет замечательно, да. Ну, не считая наших репетиций, веселые, конечно. Ага. По поводу концертов, где тебя ждать, когда новогодние елки или что-то еще куда-нибудь поедешь? Расскажи об этом. Пока не знаем. Мы ждем. Ждем приглашений. Все подробности всегда можно искать, конечно, и в социальных сетях, да, и в там же самом Инстаграм, где, естественно, могут очень быстро появиться какие-то анонсы. И музыканты могут появиться там, да. Да, вообще там жизнь как-то складывается удачно порой. Друзья, маленькая пауза, после которой мы продолжим общаться. Студия 89,9. Концертный зал. Концертный зал на телерадиоканале Страна ФМ продолжается. В гостях у нас Кристина. Мы слушаем новые авторские песни, которые когда-то войдут в новую пластинку. Наверное, уже в следующем году, да? Да. Да. Ну, разумеется, да. От этого остался месяц, чего здесь гнать коней, чего здесь спешить, тратиться. 20 песен. Кристина, скажи, пожалуйста, ну ты замечаешь такое некое, что ли, охлаждение к твоей персоне интереса, я имею в виду после ухода из Blackstar. Как тебе кажется? По-другому стали относиться, например, там те же телеканалы, радиостанции какие-то, журналы, не знаю, средства массовой информации, в общем? Конечно же, я сменила псевдоним, и для них он очень важен. И честно, я особо не обращалась к ним, поэтому я особо даже и не знаю охлаждение. Ну, те, кто по-настоящему меня чувствуют и любят, они остались со мной, а те, кто нет, нет. И слава Богу. Ну, в общем, да, все ненужное отпало. Естественный отбор произошел. Да, это так и есть. Ну, хорошо, я так понимаю, что у тебя же хорошие отношения остались все равно, да, с Blackstar. Мое, да. А у них? Не знаю. Вот когда они повесят опять портрет в офисе Кристины, тогда и поговорят. Наша гордость, да, вот с такими именно словами. В конце концов, могут и псевдоним вернуть, а что такого? Зачем он им? Да? Да, уже не могу. Я уже отпустила. Угу. Хорошо. Это девчонку. Я смотрю кино, да, я хожу на танцы, даже на восточные танцы. Да ты что. Молодец. Сейчас мужчины поближе, мне кажется, подвинулись к телеганалу. Скорее всего, это же... И думают, а вдруг, а вдруг, а вдруг сейчас вот в следующей песне она вдруг выйдет в правильном костюме с галеным животиком и покажет нам класс. Ну, в следующий раз мы вам обещаем попросим Кристину. Танцы, кино, ну, в общем, прекрасная, насыщенная, на самом деле, интересная жизнь. Своё удовольствие. Главное, самая музыка. Именно так тебе нравится. Скажи, пишется сейчас, как тебе комфортно? Пишется очень. На разные ли темы? Внутренняя свобода всё-таки, наверное, больше стала. Да. И эту свободу как раз таки заполнила музыка, мысли, постоянно пишется. Слава Богу. А раньше не было времени даже подумать. Нужно было работать, исполнять задачи, задачи, задачи выполнять, поставленные постоянно. Вы правильно сказали, естественный отбор. Раньше было много лишнего. Лишняя энергия, люди какие-то вообще непонятные, заполняли меня и забирали меня. Сейчас я вообще подпускаю только самых нужных, самых любимых, близких. И это прекрасно. Ну, мы желаем тебе как можно... Знаешь, мне кажется, это просто колоссальный успех, личный успех личностного своего роста, когда ты уже в таком юном возрасте всё чётко поняла, что я буду жить только так, как мне нравится. Меня будут окружать только те люди, с которыми мне комфортно и спокойно. Тогда казалось, что ты можешь просто обхватить этот мир, обнять его весь. Нет, так и есть, конечно же, просто в юном более возрасте ты относишься легче вообще ко всему, в принципе, да. И тогда хватало энергии на всё. Это как вот даже те же там общения, много друзей, как правило, да. Потом с возрастом ты понимаешь, кто там друг, кто не друг. Ну, это да, это... Ну, это опыт, который нужно получить, да, всё равно, через который нужно пройти. Мы должны сейчас перейти к следующей песне. Yes. Объявляй, да, что за трек? Baby. 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 А та самая песня, которая свела с Константином, а потом, потом, по цепочке всех... Да. ...привела в вашу... Очень уютная, домашняя песня, надеюсь, вам понравится. Давай. Не хотите потанцевать? Каждый со своим невидимым другом, да? seaVevo... sayVevo... Teppo не та да да да... Знаешь, я одна без тебя опять Собираю осколки. Знаешь, я одна не могу уже спать. Это все иголки Твоей любви в моей груди Оставила потом идти Со мной ты будешь лучше Я одна такая Одна такая, как Израиль Бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби Подойди ко мне поближе Обними меня, ты слышишь Я вся твоя Бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби Постараюсь не обидеть Бить посуду, знать и жить Драться, а потом любить Когда-то было много-много денег Когда-то было хорошо без лений Когда-то можно было улыбаться И даже не стараться, не стараться Когда-то мы дружили все, как дети Друг друга провожали на рассвете И пели песни, если было грустно От грусти поскорее так отпусти Бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-бэйби-б Субтитры сделал DimaTorzok Baby, 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 подойди ко мне поближе, обними меня, ты слышишь, я всё твоё Baby, 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 постараюсь не обидеть, пить посуду, знать, чё жить, браться, а потом любить Браться, а потом любить Браться, а потом любить Константин Браться не хочется, а потом любить хочется как раз под эту песню, надо сказать, да? Надо мириться именно под эту песню, мне кажется так. Кристина, программа «Концертный зал» и здесь живое исполнение, новая команда, замечательный бэнд, мега талантливые ребята, молодые и очень интересно то, что вы делаете, правда. Спасибо. Но задумки есть как-то. Да нет, никто не говорит, что не будет танцевальных песен, они по-любому будут, просто это кардинально отличается от того, что сейчас в нашей стране модно. Вот ты здесь абсолютно права, да, и то, чего самое большое количество, что преобладает. А что бы ты изменила в музыке, в музыкальных трендах современных? Не надо, мне кажется, пусть всё так и идёт, тогда Кристине очень выгодно смотреться, оригинально и уникально. Я, собственно, меняю своим примером что-то. Ну, то есть, всё само собой изменится, а мы покажем, как можно это изменить. Хотелось бы больше, конечно, чувств, больше искренности. И такие представители есть, на которых я росла, например. Ну, давай, называй тогда всем, может быть, кому-то хочется тоже подрасти сейчас в музыкальном плане и послушать, последовавшему совету. И узнать тебя чуть ближе. Ну, если брать русских исполнителей, кто мне очень нравится. Нет, ну, Америку или Россию? Всех. И тех, и других берём, да. Так, ну, я выросла на Уитни Хьюстон, на Алишу Кис, на Шаде, на... Также Эрика Баду, сейчас мне нравится Джорджа Смит, мне нравится Сиза, мне нравится Риана, та же мне очень нравится. В общем, у меня огромный, огромный... Лорен Хилл. Лорен Хилл, да. Вот. Что касается русских исполнителей, очень много талантливых вокалистов. Я люблю очень песни Земфиры. Я очень люблю песни Леонида Агутина. Я очень люблю... Кого ещё я люблю? Да. На чём-то, да. Ну, что, хороший список, мне нравится. Алла Борисовна Пугачёва. Кого же, кого же, Пугачёва? Кого я люблю. Кристина, ну, хотелось бы тебе, скажешь, чтобы... Много очень. Чтобы со временем появились такие люди уже, которые стали подходить к Кристинам и выросли же на ваших песнях. Так уже есть такие люди. Ну, они же на другой Кристине выросли. На Кристине Си. Ну, что, это же была я. Ну, у Кристины Си были и, помимо частушек, другие песни. Да, очень глубокие, да, были реческие красивые композиции. Вот это, собственно, я... Ну, понимаете, на самом деле всё очень просто. Просто приставочка Си отсоединилась и всё. Всё осталось так же, как есть. Вот. Поэтому... Вот. Поэтому, в общем, уже подходят к тебе и говорят. Кристина, мы выросли на твоих песнях. Да. Это, наверное, прекрасное ощущение, мне кажется. Ну, ощущение ответственности. Конечно, да. Кристина, ты сама куда собираешься в творческом плане расти? Ну, например, лет через пять, да? Пять лет у тебя были в Блэкстаре. Следующие пять ты себе написала какой-нибудь там творческий бизнес-план? Слушайте, у меня нет плана на завтра, вы меня спрашиваете. Вот подумай, да. Ну-ка, прикинь. Да, всё на своём месте я буду, так же на сцене. То есть, твой девиз «Делай, что должен» и «Будь, что будет». Да, да. Это же так интереснее. Зачем? Я могу запланировать встречи, я могу записать, что мне надо купить, собрать там и так далее. Но зачем мне думать о том, что будет через пять лет? Я хочу впитывать то, что есть сейчас. И это так классно потом подумать. Ага, вот меня-то сюда привело. Но если вы имеете в виду вообще, о чём мои мысли и что я бы хотела. Конечно же, я бы хотела заниматься дальше музыкой. Я хотела бы всегда жить в своём удобном мире. Это мой мир, мне тут удобно. И хотелось бы, конечно же... Я так понимаю, разные творческие реализации, да? То есть, пластинки абсолютно разно-жанровые выпускать, разно-темповые, да? Да, 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 да. Просто-просто мутить это всё, ожить. В ближайшее время, может быть, не в самое ближайшее, собираешься ли какие-то дуэты мутить? А-а, пока не думала об этом. Вот что-что, вот точно об этом точно не думала. Скажи, кто-нибудь из ребят в коллективе может, например, какую-то женскую, вернее, мужскую партию взять на себя? Ну, если такая песня. В смысле? Ну, поют ли ребята из твоего коллектива? Ребята? Ребята? Они танцуют. Продемонстрируйте вокальные данные. Как занимаются своим делом. Тот же Костян. Костян, Костян. Драться, а потом... Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Что-то пели. Немножко хуже, чем у Кристины, конечно, но в этом что-то есть. Костян, есть куда расти. Что-то есть, да. В этом... Что-то есть куда расти. Но, да, инструменты владеешь ты, конечно, замечательные, потрясающие. Это абсолютный, абсолютнейший факт, что здесь можно сказать. Кристин, ну, не знаю, конечно, немножко создается впечатление все-таки, что... Так как-то то ли грустно тебе, то ли дзен какой-то внутренний. Грусть это или дзен все-таки. Тогда я так поставил вопрос. Или ощущение того, что не за горами зима. Ну, да, наверное, зима такая простая. Влияет на тебя вот эта осень, хандра, поэтическое настроение, предчувствие Нового года. Да, мне так нравится. Новый год. Есть какие-то ощущения у тебя из детства? Как традиции какие-то, может быть? Снежочек, как с чистого листа все. Ну, это... Все горит, мерцает, прекрасное время. Традиции, тепло покушать дома. Нужна новогодняя песня. Скажи, есть ли она на сегодняшний день в твоем репертуаре? Новый год намчится. Это не твоя песня, прекрати. Не надо. Не надо на себя сейчас. Мы знаем, что это не твоя. Happy New Year. Блин, я даже не знаю, она что-то придумывает. Она думает, правда, что мы совсем... Это уже из Швеции, у нее сейчас позвонят, да. Ладно, я подумаю над этим вопросом. Подумай, конечно. Конечно. Может быть, мы придумаем что-то для Швеции. Это как раз, знаешь, я тебе хочу сказать, то, что очень нужно перед каждым Новым годом и телеканалом, и радиостанцией, новые хорошие классные песни. А главное — мероприятие. Новый год. И чтобы там было прям весело, задорно. Ну, или, может быть, романтично как-то так. Да, вот, романтично, может быть, в нашем случае. Да, я уже поняла, что точно не про Новый год сейчас будет песня, поскольку пока она не написана. Жаркий Новый год. А какая это будет песня? Жаркий Новый год в пустыне у нас сейчас будет. Так, заинтриговали. Готовы? Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я чувствую себя отлично Все смотрят на меня, но мне привычно Чувствовать себя как дома Не важно где, зачем и кто мы Раз, два, три Под покровом темной ночи ты увидишь свет Раз, два, три И как бы ни старался, не найдешь ответ Нет, 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 нет Нет, 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 нет Нет, 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 нет Нет, нет, нет Будь со мной, ты слышишь, ой-ой-ой Я с тобой на уме, на смысл, на смысл Самых диких танцев здесь Я покачиваю тело, ведь ты хочешь так же смело В стенах шума децибелов, посмотри в мои глаза Раз, два, три Под покровом темной ночи ты увидишь свет Раз, два, три И как бы ни старался, не найдешь ответ Нет-нет-нет-нет-нет Нет-нет-нет-нет Нет-нет-нет-нет Нет-нет-нет Ой-ой-ой Ну же, потанцуй со мной, ты слышишь, ой-ой Ой-ой Ну же, потанцуй со мной, ты слышишь, ой-ой-ой 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 Ой-ой Ай, красота! А так хочется, чтобы это не прекращалось, чтобы звучало и звучало. Браво! Кристина, программа концертный зал «Страна ФС». Мне кажется, этой песней можно мужчину приворожить, как, например, змей заклинают. И мужчина должен подойти, потанцевать, даже если он не умеет это делать. Что в этой музыке очень много такой правильной сексуальной энергетики и какого-то даже шаманства такого, и какой-то такой загадочности. Ну, прям такой очень правильный коктейль. Как ты пишешь? Чтобы Рома такой сказал, ты вообще, значит, точно попала в его душу. Чтобы мужчины все вот как завороженные смотрели и слушали. Как удается. Ты просыпаешься ночью, записываешь. Или ты едешь, например, в Индию, или еще куда-то, смотришь на звезды. Как? Вот именно такие песни как появляются? Ну, это появляется в движении, в танце, я не знаю, просто в каком-то таком настроении. Наложил отпечаток занятия именно восточными танцами? Ну, что касается вообще Востока, это меня манит вообще с детства, так как у меня папа восточных кровей. И эта культура мне очень близка. Но при этом твое детство и долгое время прошло в Туле. Это на юге? Неважно, атмосфера дома давала себе. Знаете, плюс мы постоянно путешествовали с родителями. Ну, конечно, цирковая жизнь, она такая. Арабские Эмираты те же самые. Да, и там тоже были. Тоже отложила какое-то свое. Очень люблю Восток. А как пишется, я не знаю, точно не сажусь и, ну, как бы, у всех по-разному, конечно. Не за инструментом, да, у тебя? Нет, и за инструментом тоже. Ну, по-разному. Но вот эта песня, не знаю, просто в танце, вот я просто что-то вот пела и все. Велико ли твое желание, любовь твоя к Востоку настолько, что ты готова выйти замуж за шейха? Вау, нет, я не готова стать одной из. Одной из никогда Кристины не будет. Правильно, она единица, талантливая, и потом там столько всего в ней, что остальные жены просто. И ни к чему будут. У нас прям коротенькая пауза, оставайтесь с нами. Друзья, в то время, когда жены шейхов облегченно вздохнули, что в их кареме еще не будет пополнения, мы продолжаем программу «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна Эжем». Кристина у нас сегодня в гостях. Слушаем совершенно новые интересные песни. И это действительно очень сильно отличается от того, что сегодня в нашей стране появляется на сцене музыкальный. Причем мы слушаем только песни одной из граней таланта Кристины. Когда будут новые подвижные, ты об этом напишешь в Инстаграме. Обязательно. Мы работаем над материалом, и у нас уже есть концертная программа. Мы стартуем по... Ну, в общем... Что глаза ребят говорят? Что Костян? Костян, что ты говоришь? Костян натирается и... Костян ждет. Ждет. Да, мы сейчас стартуем и параллельно пишем материал всегда и много. То есть смотри, песни, они есть, написаны тобой, да? Осталось только эти песни отрепетировать, приехать в студию и записать их уже вот, собственно, на носителе в цифру и в интернет. Все правильно? Ну, хорошо. Мы тогда будем ждать, следить за твоими соцсетями. Сама ведешь? Да. Крис Саркисян, кстати. Отвечаешь на какие-то комментарии? Что-нибудь дельное пишут тебе поклонники? Какие-то советы, может быть, спрашивают у тебя советов? Да, я всегда на связи. Я всегда пишу, отвечаю, вижу ребят, которые мне что-то оставляют. Вот. Советы? Ну, да. Например, говорят, Крис, вернись, вернись, пожалуйста. Зачем? Зачем же ты ушла? Ну, в Blackstar, например. Да, ой, ну, есть такие, да, и ты думаешь, господи, что за драма здесь такая развернутая, там, вернись, останься, уйди. Исчезни, в конце концов. Ну, это твой путь, ты же сама сказала, что и Тимати когда-то уходила с фабрики звезд, чтобы заняться чем-то еще. Невозможно же учиться в институте всю жизнь. Конечно. Ты уже вышла в свое сольное большое плавание, мы желаем тебе успеха, да. И я смотрю, ты очень в это веришь, молодец. А это главное, когда сам человек верит в то, что он делает. И самое главное, что очень-очень любит то, что он делает. И еще, что немаловажно, и, кстати, наша встреча сегодня подтверждение, это найти настоящих единомышленников, которые абсолютно полностью тебя чувствуют, понимают, им очень нравится то, что ты исполняешь, то, что ты пишешь и то, что ты сочиняешь. Не точно. Кристин, есть ли какие-то планы у тебя на участие в телепроектах, в конкурсах, где-то мы ищу тебя в ближайшее время. Можем посмотреть, какие у тебя? Ну, вряд ли в конкурсе. Ну, какой-нибудь очередной отбор проекта «Голос», например. Может быть, там в жюри будешь. Участницей. Я бы сейчас не хотела. Какой-нибудь проект танцевальный. Нет. Экстремальный. Знаете, мне не меди, я не... Я музыкант. Я пока что не хочу медиа. Ну, то есть... Когда будет что, ты придешь и расскажешь. Ну, да, мне неинтересно сейчас там судить конкурсы и так далее. Я, кстати, смотрю «Голос», классно. Пока что сейчас я хочу погрузиться в музыку и весь процесс творчества. Ты думаешь, она тебя отпустит когда-нибудь, она тебя уже не отпустит, и потом... Когда мне надоест, может быть, хотя кто знает. Слушай, а в «Голосе» ты бы в чьей команде была, вот если вот так гипотетически представить? Так, вот и у нас сейчас кто? Я думаю, у Сергея Шнурова, скорее всего. Нет, навряд ли. У «Басты». Кто у нас сейчас? У «Басты»? «Баста», «Гагарина», да? Нет, Аня Лорак. Аня Лорак. А еще? Сергей Шнуров, «Баста» Васильева Куленко и Константин Меладзе. Константин Меладзе. Давай, они ждут. Я говорю, смотрю, вообще-то голос. Я слежу. Ну, «Баста», скорее всего. Скорее всего, «Баста» бы победил. Ну, большой привет, Василий, если он слышит. Ну, хотел задать вопрос. Вот, кстати, а в «Газгольдер» не хотелось бы тебе попросить? После таких публикаций хороших. Третье интервью у меня спрашивают. Да, да, да. Не берем все. Мы, кстати, не планировали задавать этот вопрос, но поскольку ты сейчас выделила из тех остальных членов жюри проекта «Голос». Я уже поработала на лейбле. Все. Сейчас я сама себе продюсер. Так что, дорогие начинающие артисты, молодые, перспективные, если вам это кажется, вы теперь, пожалуйста, обращайтесь к Кристине. Поэтому, может быть, уже она каким-то образом сможет вам помочь. Создает Кристина свой лейбл. Лейбл Кристины, да. Ну, сейчас вы перевернете все. Идея понравилась. Уже лейбл, я уже знаю. Мы тебе желаем. Лайкер свой институт, откроем музыкальный на все дела. Ну, концертный зал имени тебя уже есть. Поэтому, в общем, да. Классно. Все очень хорошо. Будем мы сейчас слушать песню с огромным удовольствием. Еще одну. Ну, от тебя требуется, собственно, представить ее и исполнить. Остаться внутри. Поехали. Так больше нельзя, друзья. Так больше нельзя. Оставить тебя, только не навсегда. Остаться внутри. Так больше нельзя. Оставить тебя, только не навсегда. Остаться внутри. Так больше нельзя. Оставить тебя, только не навсегда. Остаться внутри. Так больше нельзя. Оставить тебя, эти глаза. Ведут меня туда, где ты идешь. Ведут меня, где горизонт нежнее прет. Ведут меня туда, где ты идешь. Ведут меня, где ты поешь. О любви. О любви. О любви. О любви. О любви. Это чувство непростое Я пролетала мимо стаи дважды Я пролетала и назад нельзя Я захотела так сама однажды Я захотела только остаться внутри Остаться больше нельзя Оставить тебя только не навсегда Остаться внутри Так больше нельзя Оставить тебя только не навсегда Остаться внутри Только не навсегда Остаться внутри Благодарим потрясающих музыкантов Твоих чудесных бойцов С которыми надежно и не страшно во всех смыслах этого слова И, наверное, невероятно интересно Отрадно вдвойне, что им с тобой тоже Мы тебе искренне желаем успеха Прямо чтобы этот кайф, который ты сама получаешь от того, что делаешь Обязательно заразил всех, со всех еще больше и больше и больше И большее количество народа Нам это очень нравится Причем Спасибо То, что ты делаешь И в каждой ноте, в каждом слове чувствуется любовь Вот к своему детищу, к своей группе, к своим песням И пусть вот это вот чувство, этот камертон внутри, который настроился, никогда не сбивается По счастью, знать, что это еще далеко не весь потенциал Это, можно сказать, только, ну, какое-то начало И дальше наверняка будут все новые и новые горизонты Не весь потенциал И будет что-то очень, все мощнее и мощнее и мощнее Кристина, концертный зал, страна Кандидаса Спасибо Спасибо, до новых встреч Спасибо Спасибо Студия 89,9 Концертный зал